двигатель это сердце любого автомобиля для того чтобы он работал долго без поломок выдавал максимальные характеристики он должен правильно смазываться и эффективно охлаждаться о смазке мы поговорим как-нибудь в другой раз а сегодня об охлаждении сейчас я нахожусь в голландии и еду на завод компании нрф что расшифровывается как нидерландская радиаторная фабрика для того чтобы посмотреть как же делают основной элемент системы охлаждения двигателя а именно радиаторы за окнами автомобиля проплывают идиллические пейзажи сельской голландии пасутся лошадки крутятся ветряки которые генерируют электроэнергию также тут и там можно видеть каналы над которыми стоят старинные мельницы на самом деле голландия очень красивая страна и я на самом деле с удивлением узнал что именно здесь аж с 1927 года производится одни из самых лучших в мире радиаторов системы охлаждения и вот мы наконец забрались до фабрики компании нрф в голландском городке миль найти само строение было совершенно непросто потому что когда едешь с дороги его не видно оно скрыто красиво постриженными кустарниками кажется что едешь просто по какой-то сельской местности кругом соломенные крыши истлевшие от времени черепица коричневых каменных домиков и тут действительно за кустами роз нашлась вот эта фабрика давайте зайдем и посмотрим как делают радиаторы в голландии компания нрф была основана в 1927 году в амстердаме как мастерская по ремонту радиаторов на сегодняшний день это крупный производитель компонентов системы охлаждения и кондиционирования на восьми заводах компания нрф по всему миру производится свыше двух миллионов теплообменников в год и это не только радиаторы для легковых автомобилей продукция нрф устанавливается на железнодорожные локомотивы морские суда сельскохозяйственную и специальную технику мы с вами сейчас находимся на фабрике в городе миль которая была открыта в 1954 году давайте посмотрим как и что здесь производит радиаторы бывают механически собранные или паянные первый тип проще и дешевле 2 сложнее и дороже но именно паянные радиаторы обеспечивают максимальную эффективность системы охлаждения они в два раза лучше охлаждают ваш двигатель чем механически собранные радиаторы конструкция механических радиаторов очень просто круглые трубки продеты через пакет ребер охлаждения в паянных радиаторах используются плоско-овальные трубки в которых достигается лучшая турболизация охлаждающей жидкости более того они соединены с ребрами охлаждения методом пайки что гарантирует вам максимально эффективную теплоотдачу здесь два цеха которые занимаются изготовлением радиаторов из разных металлов например в этом цеху делают радиаторы из алюминия а в другом из латуни и меди путь радиатора под капот вашего автомобиля начинается вот с такого листа алюминия после того как заготовка поступает на фабрику она переходит на участок металлообработки здесь мы можем видеть все основные детали из которых состоит радиатор это ребра охлаждения это боковые пластины которые называются коллекторы и конечно же трубки через которые циркулирует охлаждающая жидкость эта форма обеспечивает правильную турболизацию потока охлаждающей жидкости трубки поставляются на завод в упаковках по 6 метров на них уже заранее нанесен припой остается лишь нарезать их до нужной длины радиаторы бывают трубчатоленточные и пластинчатоленточные данная машина наносит на пластины плюс необходимый для равномерного распространения припоя коллекторы радиатора изготавливаются из вот таких алюминиевых пластин путем штамповки этот процесс состоит из двух стадий сначала получается вот такая заготовка с дырочками а потом у станка меняется оснастка и получается уже готовый коллектор следующий этап это формовка ребер охлаждения своеобразной алюминиевой гармошки происходит это вот на этой машине ребра охлаждения радиаторы изготавливают из вот такого алюминиевого листа толщина которого всего 0,2 миллиметра в процессе формовки полученная гофрированная лента получает высокие показатели жесткости что в продольном что в поперечном направлении после нарезки ребра охлаждения и трубки собираются в специальном кондукторе после этого они немножко поджимаются друг к другу и переносится на участок установки боковых коллекторов а это не что иное как оригинальные масляные радиаторы для двигателя бмв с 65 который славен по модели м3 прошлого поколения однажды в год компания бмв размещает здесь заказ на 180 200 радиаторов если у радиатора по конструкции металлические бачки то они привариваются до процесса пайки следующий этап это пайка под собранный радиаторный пакет поступает специальную печь где при температуре от 600 до 700 градусов в течение двух-трех часов ребра жесткости и пластины образуют единое целое печь для радиаторов может быть как вертикальные так и горизонтальные очень похоже на то как запекают пиццу радиатор попадает на линию в процессе сначала происходит очистка потом радиатор попадает специальную камеру который на него распрыгивается плюс после того как весь плюс нанесен радиатор подсушивается и выползает вот сюда здесь оператор вручную проверяет то что получилось и наносит дополнительное количество плюса после нанесения флюса радиатор попадает в эту длинную печь в этой печи припой нанесенные на трубки радиатора вместе с плюсом осуществляют термо-химическую реакцию и на выходе мы получаем единое целое и вот какая пицца у нас получилось практически готовые радиаторы через ребра охлаждения проходит воздух а через эти турбулизаторы вода а вот во что превратился радиатор для железнодорожного локомотива который мы только что запекали в печи нему приварили бачки и теперь он практически готов к установке на локомотив перед тем как отправиться клиенту каждый радиатор проверяется на герметичность для этого его закрепляют на специальный стенд и помещают в ванну с водой радиатор подается в воздух под давлением в полторы атмосферы тест проходит в течение нескольких минут если все окей то мастер достает радиатор ставит на нем свое клеймо здесь происходит тестирование масляных радиаторов в данном случае это оригинальные радиаторы для двигателей бмв воздух них подается под давлением 16 атмосфер если радиатор проходит проверку станок автоматически устанавливает штамп после пайки в печи и тесты на герметичность радиаторы отправляются в сушку после чего они переходят на участок установки бачков либо на участок упаковки если это будет происходить на другом предприятии марки помимо тестов на герметичность которые проходят изготовленные радиаторы на фабрике нрф тут есть еще и другие тесты например здесь радиатор для железнодорожного локомотива тестируется под давлением в рамках этого теста в радиатор под давлением подается вода давление меняется от нуля до двух с половиной атмосфер на каждом цикле согласно спецификации этого изделия она должна выдержать 148 тысяч циклов по протоколу испытаний она уже прошло более трех миллионов циклов в этом помещении смонтирован комплекс для оценки теплотехнических параметров радиаторов с другой стороны размещается мощный вентилятор который протягивает воздух через радиатор всюду стоят температурные датчики это позволяет инженерам оценить эффективность радиатора на различных скоростях движения и при различных температур помимо современных алюминиевых радиаторов на фабрике нрф делают и традиционные медно-латунные радиаторы даже сегодня они востребованы например сельскохозяйственной техники а вот это устройство под названием бокс кулер было изобретено в 50-х годах именно инженерами нрф и по сей день такие радиаторы являются стандартам для судовых двигателей в ассортименте компания нрф свыше восьми тысяч наименований компонентов для систем охлаждения кондиционирования чтобы отправлять такое большое количество разных компонентов по всему миру а всего продукция нрф продается в 82 странах необходимо иметь собственные логистические центры сейчас мы находимся около такого центра который расположен в получасе езды от голландского завода марки давайте зайдем и посмотрим как отправляют товар на всю европу при входе на склад посетители встречают радиаторы разрисованные лучшими голландскими художниками работающие в такой смелой манере выглядит действительно как арт-объект давайте теперь все таки зайдем внутрь и посмотрим что там происходит площадь склада составляет восемь тысяч шестьсот квадратных метров здесь тринадцать тысяч позиций для палет и свыше четырехсот тысяч коробок с товарами давайте заглянем и посмотрим что внутри одной из коробок здесь у нас стоят судя по логотипу радиаторы системы easy fit для лиховых автомобилей компактный радиатор плоские трубочки на вид очень хорошее качество радиатор плотно прижат коробки здесь стоят дополнительные ребра жесткости много картона то есть при транспортировке он никак не должен повредиться а здесь мы видим пакетик в котором находятся болтики и уплотнительные колечки собственно это сущность концепции easy fit когда вместе с радиатором вам поставляют все необходимое для того чтобы его без проблем поставить не нужно искать никакие переходнички хомутики или колечки положим обратно скоро его отправят какому-нибудь покупателю в европе а может быть и в россии и здесь и Субтитры сделал DimaTorzok